Компания Nissan представила обновленную версию концепта Blade Glider. Премьера новинки состоялась в Бразилии на мероприятии, посвященном началу Олимпийских игр. Внешне машина заметно похорошела, а в кузов интегрирована клетка безопасности, по слухам, над жесткостью кузова работал Бен Боулби. Дверные петли переместились на задние стойки, а над головой пассажиров появился козырек от непогоды. Перед водителем руль с органами управления, режимами движения и внутренним дисплеем с данными о скорости. Зарядки батареи, рекуперации и крутящие моменты. По краям передней панели два экрана, на которые выводится изображение с камер заднего вида. Похоже, создатели Blade Glider были в курсе, что летом японское правительство разрешит использование таких устройств на дорожных машинах. Техническая начинка подготовлена партнером Альянса Рено-Ниссан, британской фирмой Williams Advanced Engineering. Подполом 5-секционная литий-ионная батарея мощностью 220 кВт, а каждый из задних колес приводится собственным электромотором с отдачей 130 кВт и суммарным моментом в 707 ньютон на метр крутящего момента. Ниссан утверждает, что новый Blade Glider развивает более 190 км в час и разгоняется до сотни быстрее 5 секунд. Колесная база нового электрокара 2800 мм, габаритная длина 4300 мм, то есть по размерам Blade Glider даже чуть больше возрастной модели Nissan 370Z. Неужели Nissan 370Z сменят дельтовидный электрокар? Ниссановцы продолжают называть Blade Glider экспериментальным автомобилем, однако финансирование проекта, несомненно, давно вышло за рамки работ над обычным концептом. Еще больше автомобильных новостей и полезных статей. Обновления каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok